Всем привет! Добро пожаловать в канал Шалала Архитектура, История и Люди в городе Шанхай. Меня зовут Иван Федькин. Сергей Гречишкин, всем привет! И сегодня мы с вами гуляем по банду, но по его южной части. То есть, ну, грубо говоря, мы хотим сегодня прогуляться от банда, который... Вот эта часть банда, он раньше назывался французский банд, потому что это была часть французской концессии, которая выходила на самый берег. Но мы пойдем в старый город, который, как вы знаете, исчезает. Ну вот, начинаем мы в BFC, BAN Financial Center, который самый крутой, один из самых крутых моллов новых, но здесь очень мало людей. И поехали! Мы сегодня без оператора Андрея, поэтому не жалуйтесь на качество операторской работы, я стараюсь. Итак, что же перед нами находится, Сергей? Замечательная... Инсталляция, я не помню, как зовут этого английского художника, у него фишка, вот такие очертания людей, у него много есть разных и картин, и плакатов, и инсталляции. И вот, очевидно, Шанхай проставился и купил вот такую дорогущую инсталляцию, которая стоит, наверняка, многие миллионы. Вот. Сегодня у нас суббота. Конец июня, 2024 год. Да, и при этом вот этот довольно пафосный BFC Mall абсолютно почти пустой. Он же стал, как бы, точкой на карте Шанхая благодаря своему внешнему дизайну, который мы, наверное, не покажем, но вставим фотографию. Там есть одна часть, которая двигается. Она действительно двигается или это... Она двигается иногда, по-моему, один раз в день. Но там какая-то проблема с механизмом, поэтому они хотели сначала сделать, что это будет такой центр, точка привлечения туристов, когда все будут приходить посмотреть на движущуюся хрень. Но что-то пошло не так, поэтому она, в принципе, не двигается сейчас. Но в целом, в целом, я сюда вожу знакомых и клиентов показать это здание иногда. Те, кто там любят Заху ходит и тому подобные вещи. Да, вот это из той серии. Короче, здесь все, мы буквально кратко прошли, здесь все богато, красиво. Вот, буквально, и буквально, буквально через дорогу. Мы переходим на дорогу, и это начинаются заброшки-заброшки. Как настоящий Шанхай. Да, здесь, собственно, этот кусок междунабережной, которая совсем недалеко отсюда, и вот этой улице, это был, собственно, некий буфер между рекой и старым городом. Слушай, скажи, я правильно понимаю в целом? Дальше, вот в правую от тебя сторону, наш банд, классика, все остальное. Здесь, это немножко такие окраины банда, и если пойти вот прямо в ту сторону, это будет уже старый город. Мы, собственно, вот этот старый город от начала старого города, то есть вот эта дорога, это когда-то была истина. То есть мы сейчас уходим как бы из буфера, который между рекой и старым городом, в старый город. Слушай, вот прям тут была стена, потому что я думал, что стена была ближе. Здесь вот, это как бы самая восточная часть стены. Здесь где-то были ворота, восточные ворота. Я понял. Слушай, посмотри какое здание со шпилем там. А, да, это, да, ну это, соответственно, старый город, который когда-то застраивался. Цифра вот 1783, это не, конечно же, не 1783. Мы говорим про надпись вот тут вот. Это, кстати, здание Bank of China, там даже табличка Heritage Architecture висит. Да, нет, это старый-старый город, который немножко обновлялся. И стену снесли в 900 году. И после 900 года чуваки построили новые современные здания. Это вот это два примера новых современных зданий начала 20 века. Я думаю, что это что-нибудь в районе 915. Но это еще не арт-деко. Это не арт-деко. Аккуратно, аккуратно. Слушай, смотри, давай не будем заходить с самых козырей. Давай посмотрим, что это слева, может куда-то можно пролезть будет. Друзья, натура шанхайская, все. Так, Ханг Дяном. Здесь все улицы почти что в старом городе, они все по какой-то названию по разным именам семей. Вот это вот здесь жила когда-то семья Кан, которая исчезла. Да, здесь у нас... Здесь что-то как-то не очень интересно. Ну попробуем. Хорошо, мы все равно идем и... Слушай, здесь ничего особенного нету, но... Как и в целом, идея всего этого выпуска, дорогие зрители, это просто запечатлеть уходящую... Ну, да, вот видишь, люди спокойно сидят рядом с... Буквально в трехстах метрах от Серджио Роси и всяких других гермесов люди сидят, перекусывают, сушат свои трусы спокойно. Как обычно, нет, это просто... Оп, 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 Сергей Сергеевич. Ну попробуем. Это маленький-маленький уголок. И вот просто, чтобы вы понимали, как оно все вот было. То есть это были такие маленькие улочки, самострой, и тут кипела жизнь. То есть были магазины, кафе. Да, но здесь, к сожалению, все уже умирающая натура. Сергей, посмотри, капрелец, перед тобой такие скворечки, скворечки в Шумхай. Отлично. Так, а здесь, может быть, попробуем. Слушай, так вот даже налево есть, направо есть. Да, здесь нет, там замок, к сожалению. Мы можем тут зайти посмотри. Да, все эти районы, они подвешены, находятся в состоянии. О, какие хорошие котята. Так, всем любителям кошек смотреть. Так, да, вот смотрите. Ой, какие маленькие, хорошие. В Шанхае, это вот классический вариант шанхайских кошек, рыжие друзья, которые плодятся нещадно. Видишь, вот кошка здесь родила нескольких котят. И очень жалко, что им, конечно, отсюда непонятно, куда будет дальше деваться. А здесь кто-то из бывших жителей этого гор, этого места. Саду. Да, ну, немножко выращивают, то есть, мята какая-то, какие-то другие специи. Но в этом году их уже не обновляли. Поэтому в этом году здесь все, к сожалению... Постригать тесак. Потихонечку умирает. Да, кстати, нормальный тесак. Смотри, кстати, кому нужен антиквариат. Где? Да, кстати. Династии сын. Антикварные чашки. Слушай, как мы хорошо с тобой зашли. Первый поворот и уже такая жирная натура. Так, смотрите, друзья, вот как бы дома эти выглядят вот так вот. Ничего сверхъестественного. Бомжей нет. Ценностей, скорее всего, тоже. Вот, ну, пойдем с тобой в более, как бы, интересную с точки зрения культуры часть этого города, этого района. Так, ну, мы посмотрим. Короче говоря, сегодня у нас такой выпуск без сильного сценария. Не то, чтобы у нас, как бы, сценария обычно бывает. Ну, но у нас, у нас сегодня документалистика и фиксация исторической эпохи. Вот как. Да. Кстати, к вопросу о фиксации исторической эпохи, снова, наверное, надо будет дать респект Кате Князевой, которая 10 лет назад, не, наверное, больше, уже 12 лет назад приехала в Шанхай и поняла, что этот город исчезает. О, посмотри. И она написала два вот таких кирпича об этом старом городе. Почти что ничего не осталось. Она описала все здания, которые сейчас уже, к сожалению, отсутствуют. Слушай, ну, мы с тобой уже не один раз предлагали нашим зрителям сделать обзор на эту литературу. И кто-то писал, что ему интересно. Поэтому в обозревом будущем, возможно, мы сделаем и запишем такой мини-подкастик с обзором этой книги. Так. Ну, это нужно для этого Кати, но это мы сделаем, как-нибудь, когда она приедет. Ну, давай не будем спойлерить пока зрителям. Да. Так, а здесь мы... Здесь уже все нормально. Да, мы заходим к каждой куболе. Хотя это тоже все мертвое, видишь, уже несмотря на то, что... Здание слева тоже будет сносить его там? Мне кажется, здесь все-все-все-все уходит. Здесь такие... Где-то остаются еще люди, которые проходят мимо. Школы обычно остаются... Школы последними уходят. А вот, кстати, видишь, пожалуйста, здесь тебе нарисована карта старого города. Вот мы сейчас зашли через Дунман. Секундочку. Мы сейчас где-то здесь находимся. В Дунман мы не вошли, потому что вот он там, где-то здесь зашли. И речка была, видишь, какая, которая раньше проходила. А покажи на карте, где Юйангарден находится. Ага. То есть мы заходим через Дунман и проходим вот сюда, в Юйангарден. А покажи, где старый город, который часть несли, а часть осталась. Это еще тоже здесь. Это с этой стороны. Лаусимэн. Лаусимэн, слушай. Да-да-да. О, Лаусимэн. Ну да, Лаусимэн вот. И здесь, соответственно, это вот здесь. Да, так. Посмотри. Еще что-то. О, мы будем проходить ее. Мы эту пагоду будем проходить. Она возле Юйангарден по той улице. Да-да-да, все правильно. Да, уходящие, конечно, мощеные улицы. Это все, конечно, очень... Многие блогеры, которые приезжают к нам в гости, в Шанхайске мы общаемся, с кем пересекаемся по теме архитектуры, у многих из них есть вот такая вот точка, бзик, записать интервью с местными. Но вот каждый раз на вопросы там об истории они ничего просто не рассказывают. Здесь, ну да, видишь, здесь какие-то жили товарищи, которые достаточно знаменитые. А здесь живой, живой, живой город, хотя все это дома такие... О, Сергей Сергеевич, посмотри, Аврора. Да. Вот. Виктория. Виктория, да. Ага. Знаешь, для повышения культуры быта, здесь повесили всякие разные Эйнштейн, даже висит. Так, жилой, и вот... Да, но здесь, к сожалению, непонятно, да, что здесь происходит. А, все, я понял, куда мы выходим. Вот там это несколько хрущев, хрущевочек есть. Вот, ребята, ребята режутся в мадзян. Ум, ага. Это можно так залипнуть на полдня. Там мадзян для тех, кто не знает, это такая игра, которая что-то среднее между покером и преференцем. Ну, суть в том, что она азартная и на деньги, что китайцы любят. Да, да, официально, конечно, на деньги нельзя играть. Официально гемблинг в Китае разрешен только в Макао, но понятное дело, что... Слушай, а по Макао я вот недавно слышал, что там обороты денежные, ну, на порядок круче Лас-Вегаса. О, Сергей, Сергей, посмотри, какие... посмотри, какие ворота. И котята. Так, подожди. Котята расслаблены абсолютно. Так мы за забором. Она не понимает, что мы зайдем. Так, вот котята, а вот ворота. Очень... Да, шикуменчик такой типичный. Вот, но здесь все, к сожалению, закрыто. И уже ничего. Видимо, будет сноситься. Да, все будет, все будет уходить, уходить. Вот еще интересная штука по поводу китайских вот заброшек и районов под снос, или те, которые замораживаются, они все закладываются кирпичом, заборы закрываются на цепи, то есть, ну, пролезть туда нереально. Ну, да, чтобы... Смотрите, Гонконг, такой Гонконг в Шанхае. Да, это мне очень нравится. Он такой, во-первых, абсолютно живой. Да. И вот, и здесь, да, здесь всякие вкусности. Пойдем посмотрим. Да, здесь вот такой маленький-маленький кусочек. Здесь как бы совсем старый Шанхай, как-то супертихо. Хотя мы находимся там буквально, не знаю, в трехстах тех же метрах от Игадана. Да. От самого большого, наверное, такого туристического... Ну, давай скажем, это топ-5, топ-5, наверное, китайских развлекух в Шанхай. Шанхай. Вот и все, и массажик, ой, смотри. Массажик, махает, махает. И любая еда. Здесь, видишь, сейчас закрыли. Здесь раньше один был магазин, у которого была там вся живность, которую только можно себе было на свете. Представить, лягушки и какие-то, и змеи, и все, что хочешь, можно было купить. Угри, угри, наверное. Угри, да. Так, аккуратно. Да. Вот, но сегодня, очевидно, не работает, потому что время обеда прошло. Слушай, но в Шанхай, вот я просто помню, в 2014-м приехал, и мне кажется, что вот такого вот, таких развалов на улице было больше. Конечно. Смотри, тоже редкость, небольшой алтарь. Да, товарищ, товарищ явно уважает духов и предков. Китайцы обычно так ярко алтарину не выставляют, то есть он может быть где-то у них. Ну, это вполне так респектфул. Да, видишь, кто-то кладет эти фрукты. Смотрите, тоже пример логистики по-шанхайски, по-китайски. На мопеде два кондиционера. Да, шанхайцы очень любят то, что называется по-английски greeny leafy vegetables. По-моему, все китайцы это любят. Ну, особенно шанхайцы. Это вот для шанхаев, если у тебя обед без какого-то... Вот, смотри-ка. Кто-то решил развести курятину прямо здесь. И кролика внизу. И кролика внизу, да. Понятно, что это делается не в качестве домашнего питомца. А разводится в качестве обеда. Друзья, 10 лайков и Сергей заказывает на обед одного из этих жареных утят. Что-то как-то дешево. 10 лайков. О, а это... Шаосиндзю, наверное. Да, это шаосиновое вино. Желтое вино. Видите, тоже, да, все там в старом стильчике. Конечно, в центре Шанхая это такого... Вернее, мы в центре Шанхая, но в новом Шанхае такого не видишь. Вот чтобы так фактурно, то вряд ли. А сейчас он все уже в стекле. А сейчас у нас сезон арбузов, поэтому арбузы продаются. Так, ну что, мы, наверное, тогда... Слушай, мы вообще пошли не по плану, а вот... Мы хотели... Мы хотели на параллель улице. Ну, слушай, идем по этой тоже. Мы пойдем по этой. Мы все равно, как бы, целью этого выпуска ставим максимальная фиксация окружения и состояние района на 2024 год.